В эфире телеканал о первой карагандинской новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Плач, аплодисменты и два года лишения свободы. В Казбикбийском районном суде вынесли приговор учителю физики Юрию Паку, обвиняемому в лжетерроризме. В Караганде произошло обрушение перекрытия дома. Лестничный пролет завалило бетонными и деревянными обломками. Дом надежды теряет последнюю надежду. Место, где одинокой матери могут оказать помощь и воспитание детей на грани закрытий. Обо всем более подробно. Учителя физики, обвиняемого в лжетерроризме, приговорили к двум годам лишения свободы. Судья Казбикбийского районного суда по уголовным делам Алия Жошева огласила такой приговор. Суд также удовлетворил исковые требования экстренных служб города, которые выезжали на место предполагаемого взрыва. Педагога взяли под стражу в зале суда. На оглашение приговора учителю пришла вся школа. Ученики, коллеги, родные и близкие с замиранием сердца ждали сначала во дворе суда, а затем и в самом здании. В зал заседания школьников не пустили. В комнату едва вмещались взрослые. Суде стало известно, что 2 октября скончалась мама Юрия Пака. Судья зачитывала материалы дела более одного часа. Свидетельствую о том, что длина Пак-юргенщия тем не менее доказана и установлена. При определении вида и размера наказания Пак суд на основании статьи 52-го в Уходе с Республикой Казахстан учитывает характер и степень общественной опасности в уголовном правонарушении, которое является тяжким. Оно представляет повышенную общественную опасность, направленную против общественной безопасности. Судья Алия Жошева была безапелляционна. Она четко произносила каждое обвинительное слово. А в этот момент физик то и дело хватался за сердце. Рядом стояла супруга, которая сжимала руку мужа. Глаза присутствующих были на мокром месте. Глаз Фемиды вынес вердикт. Юрий Пак виновен. Ему предстоит провести в исправительной колонии общего режима два года. Суд приговорил факт Юрия Дмитриевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренное статьей 273 УК Республики Казахстан и назначено наказание по ней в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дезбрать в отношении факта Юрия Дмитриевича мероприятия в виде содержания по страже, взять его по страже в суда, в зале судебного свидания. Осужденного педагога выводили из зала под аплодисменты учеников и коллег. Жена билась в тихой истерике. В коридоре был слышен плач, плакали все. Собравшиеся долго не расходились. Ученики плакали, обняв своих мам. Ученица девятого класса Карина Лошкарева рассказала, чему их научил педагог. Он, наверное, самый лучший преподаватель лично для меня, потому что он не учил нас физики, он учил нас именно жизни. Он учил нас быть людьми, быть человечными. И он ставил огромный след в наших жизнях школьных. Адвокат осужденного педагога намерен обжаловать решение. Виновность учителя никто, кроме суда, так и не поверил. А ее мамбри на исламбеку спан Андрей Тимофеев, первый карагандинский. По улице Жамбыла в доме номер 99 в подъезде обрушилось перекрытие и завалило проход на второй этаж. К счастью, никто из жителей не пострадал. Чрезвычайное происшествие произошло в минувшую пятницу утром. Сначала на просьбу о помощи никакие службы не реагировали. Тогда жильцы обратились к журналистам. Подробнее расскажет Лариса Хусаинова. Пенсионерка Надежда Резничук сидела дома с внуками. Около 11 утра раздался громкий шум. Но выходить женщина побоялась. Когда обрушение произошло второй раз, Надежда Владимировна приоткрыла дверь. Но ничего не увидела сквозь столбы пыли. Потом немножко погодя, открыла, смотрю на меня, обрушился поток грязи и пыли и все. Ну, закрыла двери. Потом через некоторое время опять упало что-то. Но я уже не стала выходить, ничего, потому что я не могу бросить ребенка. Да и как? И соседи уже стали слышать это и вышли в подъезд. По словам жильцов, соседи вызвали сотрудников ЧАЭС и Акимата. Но никакие действия не были приняты, ссылаясь на то, что данный дом является объектом кондоминиума. По закону жильцы должны сами заниматься обслуживанием здания. В подъезде в основном живут пенсионеры и многодетная семья. Своими силами разобрать обрушение они не смогут. Боимся заходить домой, боимся за детей, потому что нам и в школу их встречать, и провожать так же. У нас и маленький ребенок, и на коляске. Естественно, не поднять, не спуститься мы не можем. Жители второго этажа собрались около подъезда, потому что боялись подниматься. Перекрытие обрушилось частично, остальные обломки еле держались. Но некоторые все же попали домой. Рискуя с ребенком на руках, мужчина прошел по обломкам. От безысходности пенсионеры обратились к журналистам. Мы позвонили в несколько инстанций и вместе с жителями просили помочь. К вечеру приехала не только служба ЧАЭС. На разговор с жителями прибыла и Аким Казавикбийского района Татьяна Шатохина. В доме нет органов управления. И фактически то, что произошло, это результат того, что жильцы не наблюдали за тем, в каком состоянии кровля. Каждый просто смотрел над своей квартирой, как трубы и так далее. Но сегодня это случилось. И, конечно же, мы примем меры по помощи в данном случае, раз люди оказались в такой ситуации. Сотрудники службы ЧАЭС разобрали завал, освободили проход и ликвидировали угрозу повторного обрушения. Аким района Татьяна Шатохина посоветовала жителям провести экспертизу кровли. А также рассказала, что нужно для того, чтобы дом попал в государственную программу модернизации ЖКХ. Жилое здание эксплуатируется с 1955 года и срочно нуждается в капитальном ремонте. Мы вам благодарны, что вы окликнулись на нашу просьбу, то, что услышали, то, что чего-то мы добились. Спасибо вам большое. Вы помогли нам добиться что-то, по крайней мере, какие-то шевеления. Вам спасибо большое Первому каналу. Лариса Хусейнова, Сламбеку Спан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Дом надежды, открытый в 2000 году, сарая Назарбаевой на грани закрытия. Сейчас учреждение находится на попечении Управления образования Карагандинской области. Этот дом – единственная помощь для матерей-одиночек. Пока мамы работают, дети находятся под присмотром. Они обеспечены всем необходимым – питанием, одеждой и жильем. На сегодняшний день в доме надежды 21 ребенок. Дом надежды – это учреждение, где одинокие матери могут оставить своего ребенка, не беспокоясь, поел ли он, одет ли, обут. Это похоже на детский сад, вот только дети находятся здесь круглосуточно, пока одинокие мамы работают или решают жилищные проблемы. Но сегодня над домом надежды нависла угроза закрытия, считают женщины. Матери-одиночки испытали настоящий шок от такого известия. Я прошу государства, чтобы дом надежды не закрывали, потому что я живу одна. Воспитываю ребенка одна у меня. Я пособий не получаю, и алименты. Я нашла дом надежды. Из детского дома. Вот так вот меня направили сюда. И спасибо дом надежды, что я могу привезти ребенка и спокойно работать на автомойке. Каждые шесть месяцев мамы должны продлевать срок нахождения ребенка в доме надежды. Для этого они должны представить необходимые документы. Для Александры Ничос эта новость тоже стала ударом. Женщине трудно заниматься воспитанием детей и параллельно искать работу. У Александры тоже было тяжелое детство. Воспитывалась в детском доме и сейчас не хочет такой судьбы своим детям. Мы хотим, чтобы наши дети остались с нами. Сейчас они здесь, на следующий год они пойдут в школу, уже будет немного легче. На данный момент просто они ставят нас в такое положение, что если они его закроют, мы действительно просто детей лишимся. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы этот садик оставался, как существовал, так и существовал. Потому что он действительно нам помогает. Мы можем и работать, и одеть их, и обуть, все им дать в воспитании. Однако все эти страхи оказались ничем не обоснованы. Во всяком случае, об этом заявили в областном управлении образования. Управлением образования вопрос о закрытии Дома Надежды не рассматривался и не поднимался. Наоборот, для расширения деятельности Дома Надежды мы открываем центр поддержки семьи. То есть в этом центре будет оказываться поддержка родителям, психологическая. Будем оказывать и помощь в работе как с детьми, так и им в оформлении документов или в трудоустройстве. К нам обратились несколько родителей. Мы здесь с ними встречались. И все эти вопросы мы с ними обсуждали. Говорили, с какой целью, что мы им делаем. Что это в первую очередь в помощь им, родителям. Но, однако, скорее всего, я так думаю, что некоторые родители вот эти наши изменения не поняли. Чиновник развеял слух о закрытии Дома Надежды. И все же слухи не рождаются на пустом месте. Сегодня этим женщинам повезло, но повезет ли завтра? Уж во всяком случае, они уже привыкли рассчитывать лишь на собственные силы. Андрей Тен, Асель Сазанбаева, Жасулан Макулбеков, Первый, Карагандинский. К четырем с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили Жанар Абеоп, директора туристической фирмы «Фараон». Суд признал ее виновной в мошенничестве в крупном размере. Женщина продала карагандинцам фальшивые путевки в Турцию, Грессию и Кыргызстан на 58 миллионов тенге. Обманутые клиенты ждали возмещения ущерба больше года, однако не дождались. Теперь осужденная вернет деньги через суд. Судья больше часа зачитывала приговор по 73 эпизодам. В зале суда яблоку негде упасть. Часть потерпевших дожидалась решения практически на пороге зала заседания. По делу проходят более ста пострадавших. Летом прошлого года они купили путевки в компании «Фараон», а на отдых так и не вылетели. Путевки, чеки, страховки оказались фальшивыми. В первое время директор турфирмы обещала возместить ущерб, однако люди денег так и не дождались. Объюжена архомаловну признать виновность в совершении преступления предусмотрено статью 190 части 3 пункта 1 3 Уголовного кодекса Республики Казахстана. Назначили по ней наказание по данной статье в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев. С конфискацией имущества путем принудительного безвозмездного изъятия и обращения в собственность государства и имущества находящегося в собственности осужденного. Судья удовлетворила иски потерпевших в части возмещения материального ущерба. Моральные страдания клиентов никто не возместит. Также судья определила место жительства двоих старших детей осужденной. Они останутся с отцом. Младшая дочь, которая родилась в следственном изоляторе, пока будет жить с матерью. По остановлению будет быть обжаловано. Обратисованно в Хараганинский областной суд, Филиско-Забибийский районный суд города Хараганды. В течение 15 суток, заняя его правозглашение. Потерпевшие не скрывали радости. Они с улыбкой слушали вердикт судьи. Однако в быстрый возврат своих денег многие не верят. Они считают, что если бы все иски объединили в одно дело, приговор для директора был бы более суровым. В 15 дней она должна вернуть нам деньги. Если она в 15-дневный срок не вернет деньги, то будет продаваться уже ее имущество, которого у нее нет. На нее на сегодняшний день не зарегистрировано ничего. Хочу сказать, что я недовольна приговором и больше чем уверена, что расплачиваться они ни с кем не будут. Просто-напросто они откупятся малой кровью тем, что найдут ей хорошую зону, там будут ей тепличные условия. Она отсидится через три года, как говорится, выйдет, а то может быть и по УДО. Также, по словам потерпевших, количество обманутых клиентов до сих пор растет. На рассмотрении у следствия еще 30 дел. Айя Мамрина Исламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Награждены лучшие учителя Карагандинского региона. Глава области Нурмухаммед Абдебеков поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил государственные награды и премии. Асель Сазанбаева с подробностями. Уважаемые педагоги, позвольте на всей души поздравить вас с вашего профессионального праздника и учителя. Радуюсь, что этот праздник в этом году отмечали в условиях подготовки сестерной праздновой 25-летней независимости. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем своих учителей, всех педагогов, которые неустанно трудятся, чтобы дать нашим детям знания, которые соответствуют требованиям сегодняшнего дня. На сегодняшний день в организациях образования Карагандинской области трудится более 40 тысяч педагогов. Из них свыше 5 тысяч являются почетными работниками образования. Приглашенные обсудили развитие системы образования в области, нововведения, а также делились опытом и предложениями. Кроме того, затронули вопрос развития полиязычного образования. Карагандинская области сейчас вошла в эксперимент по внедрению физического преподавания, то есть уже интегрирование английского языка с примерным содержанием. Пока эксперимент какой-то идет, и каждая школа, конечно, ищет свои пути. Кто-то начинает с младшей школы. У нас это в основном уходы на среднее с ДНО. Там мы ведем факультативы химии и биологии. Химия с физикой биологии на английском, 7-9 классов. Вторым главным вопросом стало развитие инклюзивного образования в регионе. Первая школа в Караганде, которая открыла классы для детей с ограниченными возможностями, это школа номер 27. Сначала было всего 9 учеников, но уже сейчас существует 24 класса. Ученики вполне преуспевают в учебе и добиваются неплохих результатов. Это надо ослеживать эту преемственность. Как вы сказали, детский сад, школа, колледж. И вот у нас в этом году выпускники инклюзивных классов с ДНО поступили в колледжи, а выпускник 11 класса поступил в высшее учебное заведение в городе Хомска. Все-таки большую роль еще в обучении образования играет в воспитании родителей. Поэтому мы стараемся привлечь родителей все-таки к жизни в мини-центрах, к жизни инклюзивной школы. И многие родители сейчас не хотят это так, для детей в интернаты. Но это, конечно, право. Поэтому мы должны помочь и родителям, и детям все-таки адаптироваться к школьной среде и найти свое место в обществе. После официальной части наступило самое приятное – награждение. 14 номинантов из рук Акима Карагандинской области получили почетные грамоты. Кроме того, 4 участника были награждены нагрудными знаками – почетный работник образования и медалью «Ибрайл Тенцарин». Предусмотрена также специальная премия за особый вклад в развитие образования в размере 1 миллиона тенге. Аплодисменты. Аплодисменты. Обладателем гран-при на конкурсе поэзии в честь 105-летия поэта Хасыма Аманжолова стала карагандинка Жадара Байбуланова. Молодая поэтесса выиграла 300 тысяч тенге. 30 сентября в Каркаролинске состоялся поэтический батл на тему «На землю ступит еще не один косым». Поэтический конкурс организован в честь 25-летия независимости страны и 105-летия со дня рождения яркого представителя казахской поэзии, поэта-классика Касыма Аманжолова. В творческом вечере участвовали 23 конкурсанта от 18 до 40 лет. Победителем конкурса стала молодая поэтесса, руководитель клуба поэзии Жиржаухар Жадара Байбуланова. «Быть поэтом не так просто, как может казаться на первый взгляд. Стихи не появляются просто так. Нужно вдохновение. Естественно, мы черпаем его из произведений великих классиков, таких как Касыма Аманжолова. Сегодня я убедилась, что пока живы его последователи, он будет жить вечно». Цель конкурса, по словам организаторов, пропаганда бесценного наследия Касыма Аманжолова. Также подобные творческие вечера помогают развитию поэтического искусства в области. Люди узнают новые имена. Благодарю всех за участие в конкурсе. Наша главная цель – пропаганда творчества Касыма Аманжолова. Прославление достижений независимой страны, рождение новых имен и поддержка их творчества. Кроме Грам-при, первые, вторые и третьи места завоевали еще шесть конкурсантов. Они получили солидные денежные призы, плеснули знанием творчества Касыма и русскоязычные Акэны. Студентка Саранского гуманитарно-технического колледжа Лидия Гура заняла третье место. «Судьба к нему была снова, бедой в дом подошла, и опустили стены дома, не стала мать и отца». Айя Мамрина Жакслык-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 3-1. С таким счетом карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» выиграл у подмосковного клуба «Динамо» в своей первой домашней встрече. Игра прошла 1 октября на льду «Караганда-арена». В новом сезоне регулярного чемпионата карагандинская «Сарарка» провела уже 7 игр, причем 6 из них прошли на выезде. Так что первая игра на своем поле стала настоящим праздником для болельщиков. С первых минут, воодушевленная поддержкой фанатов, карагандинская дружина ринулась в атаку. На шестой минуте матча это принесло результат. Шайбу в ворота «Динамо» забросил Егор Мажуга. Во втором периоде наша команда также с самого начала порадовала болельщиков. На второй минуте Иван Мищенко при поддержке Виталия Смоленинова и Олега Ломака забросил вторую шайбу в ворота гостей. Единственная шайба в воротах «Сарарки» побывала в начале третьего периода. Автором гола стал «Динамовец» Антон Злобин. Однако карагандинцы решили отомстить. Под занавес матча третью шайбу в ворота «Динамо» забрасывает Виталий Смоленинов. Итог матча 3-1 в пользу «Сарарки». Главный тренер гостей Анатолий Антипов заявил, что победа «Сарарки» бесспорная. Ну, во-первых, я хотел поздравить карагандинский хоккейник с десятилетиями. Также Вадим Сергеевич с победой. Спасибо. Ну, а что касается хоккей, мы в протяжении трех периодов команды «Сарарки» делали преимущество. Это небольшое, но преимущество, что в его оси в голове. К сожалению, мы на эту игру не смогли собрать первую пятерку. У нас отсутствуют два ведущих игрока. Это Алексей Вкаток, дисплицидный. И Ацент. Стравность небольшая. А молодые ребята, которые выходили сегодня играть, при присутствии такого количества зрителей, конечно, немножко затряслись. Не сказал бы испугались, а затряслись. Начали не обречить, не допускать ошибки, а отошли от своей игры. С победой свою команду поздравил и наставник карагандинского клуба. Хотелось бы поздравить наших карагандинских хоккей десятилетий. Я думаю, наша команда порадовала свои победы. Может, она менее содержательная игра была в плане каких-то острых моментов. Но в целом победили, взяли три очка. Я думаю, некоторые игроки первый раз играют в такой аудитории, когда поддерживают весь дворец. Так что, очень приятно было в такой атмосфере играть. Я думаю, что для них это большая польза. И самое главное, победа сегодня три очка. И дальше домашняя серия продолжается. Очередной матч состоится уже 3 октября. На своем льду Сараарка примет хоккейный клуб «Динамо». Но уже из Санкт-Петербурга. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. В матче 29-го тура премьер-лиги карагандинский «Шахтер» дома проиграл. Кустанайскому «Таболу» со счетом 2-3. Таким образом, у кустанайцев 41 очко и седьмое место. На восьмом карагандинцы с 33 баллами. Противостояние началось на высоких скоростях. По стартовому отрезку было трудно выделить одну из команд. Сначала активничать начали кустанайцы. После «Шахтер» заработал пару стандартов, но подвело завершение. А на 26-й минуте был назначен пенальти в ворота «Табола». К 11-ти метровой отметке подошел Сергей Скорых, однако реализовать удар не сумел. После нереализованного пенальти темп в игре вырос еще больше. Вторая половина игры тоже началась активно. «Табол» сумел довести комбинацию до завершения и открыть счет на 53-й минуте. Денис Главина прорвался по левому флангу и выдал точную навесную передачу на Сергея Хижниченко. Нападающий пробил головой и Ярослав Богинский спасти свою команду не смог. Через 15 минут последовал второй гол в ворота «Горняков». Мяч в свой актив записал Томаш Шимкович, пробив из-за пределов штрафной площадки. На 76-й минуте «Костанайцы» забили третий мяч. Сделал это Румын Чиприан Деак. «Шахтеру» удалось забить на 82-й минуте. Вышедший на поле молодой Оралхан Амертаев дальней передачи вывел на рандеву с вратарем «Табола» Марка Симоновского. «Македонец» пробил точно. «Шахтер», воодушевившись первым мячом, забил еще один гол. На 85-й минуте дубль в свой актив записал Марка Симоновский. Сравнять счет на «Табло» в компенсированное время «Шахтеру» не удалось. И победу в матче одержал «Табол» 2-3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова